Тамара Маслова проживает в станице 20 лет. Приехали с мужем из Грозного. Супругу Тамары Николаевны, работнику тыла, в следующем году исполнится 90 лет. С хозяйством на 15 сотках сад и огород справляются самостоятельно. Помогают дети. В понедельник 19 августа жительница станицы Гастагаевской Тамара Маслова обратилась к мэру Анапы с просьбой отремонтировать дорогу на улице Раздольной. Спустя пару дней Сергей Сергеев лично посмотрел, в каком состоянии дорога и чем можно помочь пенсионерам. Я почему к вам приехал, поймите. Были бы вы лет на 10-20 поналоже, я бы к вам не приехал. Не знаю. Вам дорога сегодня нужна и тротуар сегодня нужна. Понимаете? Вы правительство моей матери. Нам только дорогу. Водобровод на ту улицу провели. Нам нереально, не надо. Мы пользуемся колодком. Вода неплохая, отходимся. Газ нереально. Свет сделали. Сергей Сергеев на месте оценив ситуацию и условия проживания семьи пенсионеров, предложил супругам переехать в более благоустроенный район. А пока пенсионерка вызывает такси на соседнюю улицу Лесную. На Раздольную не добраться таксисты, ехать отказываются. По распоряжению мэра Анапы сотрудники администрации и специалисты коммунальных служб просмотрят три варианта решения проблемы. Сделать гравийную дорогу по улице Раздольной, подвести дорогу к дому с другой стороны, по улице Лесной или переселить Тамару Николаевну с мужем поближе к центру станицы. Сергей Сергеев навестил маленьких станичников, воспитанников детского садика Виноградинка. Здесь недавно завершили ремонт. Отлично. Просто сделали вообще. Все родители в полном ресторге. Первый раз у нас такой ремонт. Вообще здорово. Все приходят, удивляются, как так могло произойти. Так быстро. Мэр Анапы Сергей Сергеев осмотрел медицинский кабинет, спальные и игровые комнаты, проверил напряжение в сети. Недостатки, указанные Сергеевым во время прошлого визита, устранили. Было 180, стало 217-220 на выходе. Все нормально. Все, приборы работают. Ну, для этого же надо на голове приехать, пошуметь, покричать. Работы еще много. В детский сад должны привезти новую мебель. В планах построить дополнительное здание или пристройку на 100 мест, чтобы сократить очередь в детский сад. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.